До того, как мы приступим к обсуждению нового Dragon Quest'а, хочу помочь всем, у кого комп не тянет современные игрушки. Нет желания заморачиваться с апгрейдом и тратить деньги на стремительно дрожающее железо? Ничего страшного, тебе поможет сервис PlayKey. Играй с максимальными настройками графики в облаке даже на слабеньком компе. Беспокоиться придётся только о скорости интернета, нужно хотя бы 10 мегабит. Но в 2018-м, уверен, это вообще не проблема. У меня даже Yota без проблем выдаёт такую скорость. В каталоге PlayKey есть более 250 игр, и каталог постоянно пополняется новинками. Из последних хитов Far Cry 5 и Shadow of the Tomb Raider. Игры здесь появляются в день релиза. И это я ещё не говорю о том, насколько удобно можно играть с PlayKey с ноутбука в отпуске, даже с макбука. Ссылочка на PlayKey в описании, обязательно загляните и попробуйте. В Японии серия Dragon Quest всегда была популярнее намного более известной на Западе серии Final Fantasy. Возможно, популярнее даже слишком слабое слово, и стоит использовать понятие «истерия». По словам очевидцев, с выходом каждой новой части, абсолютно в любой компании, школьной, университетской или рабочей, абсолютно все разговоры сводятся именно к Dragon Quest. Существует даже слух, что с определённого момента разработчик игры, компания Enix, стала выпускать на родине новые части «Драконьево приключения» исключительно по субботам. Связано это, дескать, с тем, что в день релиза и несколькими днями позже множество японцев просто не выходят на работу и учёбу, сказавшись больными. Хотя, на самом деле, играют в Dragon Quest. В США, Европе и тем более России таким вряд ли может похвастаться хоть какая-то франшиза. В чём же дело? Неужели игра настолько хороша? Привет, друзья! С вами, как всегда, Виктор Карасёв, и сегодня я предлагаю вам проверить это на примере недавно вышедшей одиннадцатой части. В Японии Dragon Quest XI вышел уже около года назад, а до всего остального мира добрался в мой день рождения, 4 сентября 2018 года. Аж через 14 лет с прошлой синглплеер игры серии для стационарных консолей, которой была Dragon Quest VIII для PlayStation 2. Добрался он до нас ещё и только в одном виде, ведь в «Стране Восходящего Солнца» игра была выпущена в версии для Nintendo 3DS. Та же самая игра, переделанная визуально. В чём была проблема выпустить и эту версию, не совсем понятно. Обе они получили крайне высокие оценки как от прессы, так и от игроков. А Nintendo 3DS по всему миру до сих пор отлично продаётся, не говоря уже о существующей базе владельцев портативки. Судьба портативной версии так сильно волнует меня, по причине того, что Dragon Quest XI — олдскульное JRPG до мозга костей. И первое, что нужно знать о ней — примерное время прохождения такой ролевухи колеблется от 80 до 100 часов, добрую половину которых у вас будут занимать битвы. Гринды в 11 части ничуть не меньше, чем во всех предыдущих. И иметь возможность затащить всё это дело по дороге на работу или в поездах и самолётах было бы бесценно. Но всем неумеющим в лунном желателям окунуться в мир прекрасного и осовременненной классики нужно быть готовым к долгим вечерам дома у телевизора. И если бы не бешеный темп жизни в 2018-м, я мог бы даже записать это в плюс. Но, увы и ах. Ну а если вас не смущает или, может быть, даже прельщает такой расклад, добро пожаловать в удивительный мир Dragon Quest. Главная прелесть практически всех частей Final Fantasy, Dragon Quest и других JRPG-вселенных в том, что, несмотря на пугающие цифры в их заголовках, игроку совершенно не обязательно быть знакомым со всей многолетней историей франшизы, чтобы купить актуальную на сегодняшний день серию и начать играть именно с неё. Не стало исключением и Echos of an Illusive Age. Игра познакомит вас с новой для серии историей о маленьком мальчике-наследнике королевского трона, да ещё и, само собой, реинкарнацией местного былинного героя. Привет, новый линк в каждой Legend of Zelda. В день, когда... Вот здесь очень скользкий момент. Как называть его в ролике? Дело в том, что у главного героя Dragon Quest нет заранее заготовленного имени, и вам нужно обязательно ввести своё. Это, вкупе с тем, что персонаж в катсценах совершенно не разговаривает, призвано усилить вашу веру в то, что он — это вы. Эх, японцы. Мне, как человеку европейскому, совершенно непонятен такой подход. Единственное, что нужно для сопереживания персонажам — хорошая их проработка. И здесь она на высоте. К этому мы ещё вернёмся. В день вашего рождения на королевство нападают тёмные силы, понимающие, что реинкарнация героя ничего хорошего их будущему Игу не сулит, и пытаются вас убить. Естественно, зловещий план проваливается, иначе, как говорит моя мама, кино бы закончилось, и вы попадаете к сердобольным людям в отдалённую деревушку, где и проводите своё детство и отрочество до дня, когда придёт время узнать правду о себе и пойти навстречу своей судьбе. Звучит крайне банально, но вопрос не в костяке сюжета, а в его развитии, твистах и подаче. И у нового Dragon Quest с этим нет никаких проблем. История постоянно подкидывает ожидаемые, но очень классно сделанные и внезапные повороты. Отлично раскрывает личности всех членов вашей пати, посвящая их предыстории, насущным желаниям и переживаниям львиную долю игрового процесса. Это не как в той же Final Fantasy Type-Zero, где в конце тебе показывают груду трупов, а тебе по сути на 90% из них насрать, потому что это были дженерик персонажей. Хотя игра была очень неплохой. Да чёрт возьми, в меню Dragon Quest есть кнопка «Поболтать с компанией». Да, частично она нужна для того, чтобы освежить в памяти, куда честная компания держит путь в данный момент. Но это же можно посмотреть и в квест-логе. А поговорить? Уже начиная со стартовой заставки перед игрой, становится понятно, что создатели Dragon Quest стараются быть верными классической традиции подачи JRPG. Это видно даже по персонажам в городе. Они подобны тем, которые были в старых представителях жанра и практически пропали из современных. Волшебники, шуты, классические воины, воры. И это очень сильно отличается от стратегии, выбранной Final Fantasy в попытке стать европеизированной и быть ближе к западной аудитории. Привет, пятнашка. Сколько же раз я буду тебя ещё вспоминать? И при этом, визуально, Dragon Quest выглядит достаточно современно. Не в пример кучи поделок, добирающихся до западного рынка, иногда даже на физических носителях. И при этом, выглядящим как HD-ремастер игр с PlayStation 2. Повторюсь в сотый раз, что я не графодрочер. Но на PlayStation 4 хотелось бы видеть вот такую картинку, а не голые схематичные пространства. Классика это, конечно, хорошо, но в том и состоит искусство. Найти баланс между верностью традициям и современными технологиями. Геймплейно она также захватывает с места в карьер, без рассусоливания. Заставочка, небольшое введение и дают сразу поиграть. И после всяческих Little Witch Academy и Person, это глоток чистого воздуха 90-х. Не прошло и пяти минут, и ты уже в игре. У такого подхода, собственно, как и у всего Dragon Quest 11, есть только один минус. Включив вечерком её чисто глянуть, что к чему, или немножко продолжить вчерашнюю сессию, очнёшься ты в лучшем случае часа через четыре, если не больше. Геймплей захватывает, постоянно разбавляется сюжетными роликами, а через минут 30-40 даже перестаёт раздражать необходимость протыкивать диалоги во время роликов. Изначально мне было непонятно, зачем эти окошки во время кат-сцен. И ещё более непонятно, где, чёрт возьми, моя японская озвучка. И я был очень сильно удивлён, что в японской версии озвучки не было вообще. Позвольте высказать моё увожение локализаторам, которые запарились с озвучками. Я не могу вспомнить ни одной схожей ситуации с японскими играми раньше. Раз мы коснулись звука, скажу ещё про две вещи. Восьмивитные звуковые эффекты из классических частей – просто конфета. Казалось бы, мелочь. Забираешься по лестнице и слышишь классический звук шагов из игры прошлого века под современную оркестровую музыку. Но вот именно из таких мелочей и строится общее впечатление об игре. А вот музыка уже ко второму-третьему часу игры начнёт подзадалбывать. Особенно музыка в битвах. Вот это вот! Очень быстро заставит вас захотеть выкрутить громкость музыки на минимум. Но сделав так, вы рискуете лишиться прослушивания прекрасной музыки на локациях и, самое главное, в городах. Города здесь сделаны. Просто офигительно! Как действует стандартная схема любой, что восточной, что западной РПГ? Есть условный Новиград или Далмаска, ещё 2-3 проработанных городка поменьше и просто куча однообразных наборов близко стоящих строений с обязательной кузницей, магазином и таверной. В Dragon Quest XI каждый населённый пункт выглядит уникальным. Практически у каждого есть свой, совершенно не похожий на остальные колорит. И заходя в них, ты думаешь, но вот это-то точно самый важный город, в который я буду постоянно возвращаться. Неа, они просто такие все. Ну, практически все. Да, важный момент. Помимо PlayStation 4, Dragon Quest вышел ещё и на ПК. Так что бояре тоже имеют возможность увидеть всё это великолепие, да ещё и прямо сейчас одновременно с консольщиками. Если ваш комп не тянет, напоминаю, что вы можете воспользоваться для этого PlayKey. На моём Маке PlayKey сохранил бы мне много нервов. Помните же эпопею с запуском Вульфенштайна? Ну, не использую я практически ноутбук для игр, а тут с этой гриндой мобильность бы очень пригодилась. А по тарифу, с которым ты платишь только за время игры, 1 минута 1 рубль, ещё и 20 минут подписки отгружают, за которые можно понять, как всё работает. Самое время пройти по ссылочке в описании и узнать, как работает облачный гейминг. Так, давайте обратно к игре. Механика игры знакома любому, кто играл в любую из классических частей Dragon Quest'а или той же Final Fantasy. Мы изучаем локации, бегая по ним в реальном времени. Передвигаться по миру можно на своих двоих, на лошади и ещё на нескольких монстрах, хотя последние нужны скорее не для передвижения по миру, а для того, чтобы попадать в труднодоступные места. Идём по основному квесту, попутно собирая побочные, и качаем персонажей в пошаговых боях. За исключением новой механики Pep Power, боёвка здесь стандартная, с возможностью выбрать либо классическую, либо активную камеру, с которой можно будет бегать персонажам по полю. Практической пользы в этом нет. Напрямую мы управляем только основным персонажем, его можно менять, а остальные действуют самостоятельно по заранее выбранной вами схеме. Всего играбельных персонажей в игре 7. Активными в пати могут быть максимум 4, плюс сопровождающий компашку NPC. Pep Power работает как что-то похожее на Limit Break в Final Fantasy, за исключением того, что вы не видите набирающейся полоски спешла. Рассчитывается она только одним разработчиком, известным методом, и в активном состоянии повышает физическую или магическую силу персонажей, а также позволяет совершать совместные комбо-удары, как было, например, в Chrono Trigger. Повторяю ещё раз самый ключевой момент. Гринды в 11-м Dragon Quest'е не меньше, чем во всех остальных. Для комфортного прохождения игры на прокачку придётся потратить немало времени. Если вас бесит такое в JRPG, возможно, стоит пройти мимо этой игры. Лично меня гринда откровенно подбешивает, но все остальные плюсы 11-го драконьего приключения, завесу которых приоткрывают вам в первые часов 5 практически без необходимости задрачивать битвы, перевесили. Плюс ещё одним просто великолепным геймдизайнерским решением стало то, что всех врагов видно на карте, на манер моего любимого Blue Dragons Xbox 360. И раздражающих рандом-энкаунтеров со слабыми врагами, с совершенно не дающими опыта, но отнимающими много времени, можно избежать с практически стопроцентной вероятностью. Плюс в английской версии игры появилась кнопка бега. С ней практически стопроцентная вероятность теряет из словосочетания слово «практически». Бег в JRPG? Что? Если это кажется вам странным и неуместным, хотя, как по мне, решение крутое, чуть менее чем ускоренный режим в ремастере Final Fantasy XII, то наверняка вам также не понравится, что главный герой здесь может залезать на уступы и даже прыгать. В некоторых местах это очень расширяет исследуемое пространство. Тут будет, кстати, сказать пару слов про сайд-квесты, которых в ДКУ-11 предостаточно. И будучи не очень напряжными с одной стороны, они с другой не скатываются в банальный поход по стрелочке. Да, уже набившие оскомину «выйди за черту города и принеси мне три яблока с ближайшего дерева» или «ты стиклу крылатого носорога» остались, без них никуда. Но и разнообразные, типа «у девочки где-то в городе пропала кошка» тоже есть. Вы можете сказать, мол, «вот новинка, пипец, куда бежать?» Что же оригинального в этом извечном подай-принеси? А вот как раз то, что с механиками лазанья и прыжков, для того, чтобы, например, поймать ту же пресловутую кошку, вам придется найти, где в городе можно забраться на крышу и как пропрыгать с крыши входа на ту, где и сидит кошка. Прокачка скиллов похожа на сфер-грид из Final Fantasy X. Выбрать класс персонажа нельзя, у каждого свой заготовлен заранее. И необходимый набор профессий достигается правильной компоновкой персонажей в команде. При этом есть еще один отличный момент. В отличие от большинства GRPG, здесь нельзя неправильно прокачаться. К примеру, у главного героя есть ветка развития обычных мечей или великих мечей. И если ты всадил все в обычные мечи, а потом решил поиграть великими, то в определенный момент у тебя появится возможность перераспределить обилки для этого, убрав с первых и добавив вторых. Интересно, в игре сделан крафт. Это больше не обычный для серии алхимический котел, а полноценная мини-игра, в которой крутость изготовляемой вещи зависит от вашей реакции и прямоты рук. Мелочь, а приятно. И, наверное, самая большая претензия к Dragon Quest 11 у меня связана с очень банальной вещью. В игре нет паузы. С чем связан такой дикий ход, мне совершенно непонятно. Это не Dark Souls, хотя и там в оффлайн-режиме, как по мне, пауза бы не помешала. Это длительное, размеренное и вдумчивое приключение, за которым вам придется провести ой как немало времени. Почему разработчики не предусмотрели возможность в процессе спокойно сходить пописать или заварить чаю, тайно покрытая мраком? Стоит ли играть в Dragon Quest 11? Камон, вы серьезно все еще задаетесь этим вопросом после того, как я около 10 минут рассказывал, насколько она классная? А, ну да, я же забыл. Все обзоры в интернете сейчас проплачены, им верить нельзя. Нужно... Хм... А что же нужно? А нужно посмотреть на повод не просто поиграть, а купить себе физическую копию игры. Да не простую, а коллекционную. Мне понравилось придавать все постулаты сил до дрочеров и распечатывать дорогие коробки с играми на камеру. Это издание, конечно, дешевле недавнего Dark Souls Trilogy Box, но посмотреть тут тоже есть на что. Передаю очередной привет Юрию Никольскому. Братан, ты спрашивал в Инстаграме... О, кстати, если вы до сих пор не подписаны на мой Инстаграм, Твиттер и канал в Телеграме, сделайте это прямо сейчас. Я там публикую много разных интересностей. Все ссылки есть в описании ролика. Так вот, Юра, ты спрашивал в Инстаграме, насколько я безумен. Смотри, дружище. Что, давайте посмотрим, что внутри этого замечательного издания. Надеюсь, никого не хватит инфаркт. Оно чуть меньше, чем всяческие коробки с Нина Куни, там с тем же, где было много всяких артбуков, виниловых пластинок и всего остального. Так, я тут уже, похоже, немножко... А может быть и нет. Сверху носок, а внутри вот такая вот... Да, я ее не испортил, она просто открывается, как ларчик. Так всегда хочешь сделать красиво, а получается, как обычно. Так. Ну, кстати говоря, эстетически это выглядит не хуже, чем японские души. Сверху прям сразу... Ох! Артбук, достаточно толстый, со всяческими набросками. О, даже фотографии в конце есть. Много букв, что не свойственно для артбуков. Обычно в артбуках, кроме картинок, ничего нету. Все персонажи, все враги, причем все выполнено в виде концепт-артов. Ну, даже скорее не концепт-артов, а просто артов раскрашенных, а не моделек из игры. Это на самом деле приятно, потому что иной раз открываешь артбук, а там просто скриншоты. И думаешь, серьезно, я таких сам могу наделать. Отдельно выделены под каждого персонажа странички с их описанием. Описание предметов. Привет, Dark Souls. Оружие. И вот примерно вот такую часть занимают артворкс, что называется. Ну, хотя тоже они перемежаются местами со скриншотами. Локации. Ну, вообще, пару вечеров за таким изданием провести можно. Ну, пару, если не хочешь за раз прям садиться все съедать. И почитать тут есть что, и посмотреть на что. В общем, очень классное издание. И вот здесь вот тоже все в порядке с артом. Я просто видел американское издание, где изменили обложку, и возникал вопрос, зачем они это сделали. Это было некрасиво. У нас в европейском все хорошо. Похоже на японское. Ну, диск. Тут вряд ли можно что-то увидеть. Я не думаю, что внутри даже есть какие-то бумажки. Я его даже распечатывать не буду. Так. Что вот это вот такое? Ага, это саундтрек. В толстой коробочке на несколько дисков. Symphonic Suit Dragon Quest 11. Echoes of Inclusive... Эллюзив. Ааа. Что за ужасное название? Echoes of an Illusive Age. Господи. Ааа. Язык можно сломать. Два диска. И тоже такой приятный рукавчик сверху. В тон всего остального издания. Тканевая карта. Ее я даже не постесняюсь распечатать. Материал, кстати, не очень приятный на ощупь. Но само наличие вообще таких вещей в коллекционках, оно, конечно, не может не радовать. Прям вспоминаешь первые части на NES. И третьи, четвертые на SNES. Там, правда, бумажные карты вкладывали. Но вот это вот, конечно, можно очень красиво в рамочку повесить на стену. Но мне не нравится материал. Так. И последнее. А, ну это стилбук. Мне всегда, кстати говоря, было непонятно, когда в коллекционные издания вкладывали и коробку с игрой обычную, и стилбук. Почему не положить диск сразу в стилбуке? По-моему, в Deus Ex Mankind Divided в большой коллекционке с фигуркой было сделано так. Просто, ну я люблю коллекционировать всякие штуки, но зачем мне пустой коробкой забивать на полке место, а вроде как выкидывать обычную коробку после того, как поменять на стилбук. Тоже очень странно. Издание здоровское. Наверное, больше всего здесь мне доставляет артбук. Это даже скорее такая энциклопедия. Пожалуй, ее изучением прямо сейчас и займусь. А еще среди первых купивших коллекционное издание будут распространяться вот такие вот значки, но если вы хотите их получить, то поторопитесь, потому что количество их ограничено, и оно меньше, чем количество коллекционок. А среди тех, кто репостнит запись с этим видео из нашего паблика ВКонтакте, я разыграю свой набор. Поэтому переходите по ссылочке в описании, делайте репост на свою стену, и через недельку кто-то из вас получит вот такой вот набор в подарок. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, было интересно. Если понравился ролик, не забывайте про большие пальцы вверх, а также подписывайтесь на канал, если сегодня здесь вдруг впервые. А у меня на сегодня все. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok